Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Вас здесь не стояло. Где искать автомобиль, если припарковались неправильно? Епископ Новороссийский и Геленджикский феогност благословил прихожан в храме Святого Ануфрия. Анапа преображается до мелочей. В парках устанавливают новые скамейки. Если хочешь быть здоровым, занимайся. Спортивные новости – станицы Гостогаевской. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Летом с приездом гостей в Анапу автомобилей на дорогах стало в несколько раз больше. Для наведения порядка штат сотрудников дорожной полиции тоже увеличили. Контролирует безопасность дорожного движения дополнительно 80 сотрудников. Усилилось наблюдение за правильностью парковки. В Анапе приобрели эвакуаторы для наведения порядка на дорогах курорта. Примером стало эвакуирование легкового транспорта с улицы Гребенской. Причиной – жалобы таксистов, не имеющих возможности спокойно работать. Постоянно не хватает свободных мест на стоянках. Убирать с дороги лишние автомобили – так полицейские будут усмирять нарушителей правил парковки весь летний сезон. Крайние меры должны заставить водителя задуматься о правилах дорожного движения и о безопасности на дорогах. Кроме того, за неправильно припаркованный автомобиль придется оплатить штраф и потратить бесценное время на возврат четырехколесного друга. Желаете сберечь время, деньги и нервы? Соблюдайте правила и уважайте участников дорожного движения. И к другим темам. В храме святого Ануфрия Великого прошел престольный праздник. Торжественную литургию в День памяти святого вместе с представителями духовенства совершил епископ Новороссийский и Геленджикский фиагност. В божественной литургии приняли участие мэр Анапы Сергей Сергеев, председатель городского совета Леонид Кочетов, депутаты и десятки анапчан. Епископ фиагност отметил, что праздник храма, именем которого названа Божья обитель, можно приравнять к торжеству по случаю Дня города. Напомним, что храм святого Ануфрия Великого был построен в 1829 году на месте турецкой мечети, а через 26 лет разрушен турками в ходе Крымской войны. Окончательно восстановленный храм вновь открыли в июне 1876 года. Он был заново построен на средства городского общества. В 1964 году во времена хрущевских гонений Ануфриевский храм закрыли, а позже с него сняли купол и переоборудовали его под дом пионеров и школьников. Здесь проводились слеты и пленума городского совета пионерской организации, работали кружки. Трудно было представить, что когда-то в этом здании была церковь. Сейчас ее золотой купол радует жителей и гостей города, а колокольный звон напоминает о течении времени. Хочу вас поздравить с праздником и пожелать доброго здравия, пожелать терпения и помощи Божьей во всем нашим хорошим учениям. Дня рождения храма святого Ануфрия ждали и тщательно к нему готовились воспитанники Анапской православной гимназии. В заключении праздника епископ Феогност подчеркнул, жизнь святого Ануфрия Великого яркий пример всем, как нужно любить Бога и ближнего. Мэр Анапы Сергей Сергеев взял под особый контроль работу по борьбе с несанкционированной торговлей, установку батутов и прокат детских электромобилей. Рейды проводятся регулярно, утверждены графики дежурств по закрепленным территориям. Проводятся плановые проверки и на основании жалоб на пчан. Один из таких рейдов прошел в центре города. Встретить малыша, управляющего транспортом, можно довольно часто. Для катания детей на электромобилях в городе отведены площадки, разыгранные на аукционе. Но, как выяснилось, не каждый предприниматель придерживается правил договора. Пункт проката должен занимать не более 6 квадратных метров. Здесь же явное нарушение. Рядом еще один детский аттракцион – батуты. При виде главы города их оперативно сдули. Земля выделена под благоустройство и не может использоваться в коммерческих целях. Также непорядок в торговых рядах на Терской. В погоне за прибылью продавцы разместили товар на тротуаре. Это муниципальная земля. Нарушения налицо. Это тротуар. Вообще здесь не уйдет. Вот туда внутрь выбирайте, иначе будем закрывать и реле. За порядком в сфере торговли и использования муниципальной земли сейчас следят многочисленные рейдовые группы. Но они, видимо, не справляются без помощи мэра. Задача от Сергея Сергеева – ежедневно и систематически наводить порядок на улицах курорта. Светлана Авилова, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. Имидж города начинается с благоустройства и внешнего облика. Марь Анапы Сергеев требует от коммунальных предприятий Анапы стопроцентный результат работы. Благоустройства и порядка не бывает слишком много. Алина Гумерова расскажет, как коммунальщики делают парки и зоны отдыха еще уютнее. Парк Ореховая Роща – это любимое место отдыха анапчан и гостей курорта. Многие, прибывшие на отдых в Анапу, с удовольствием проводят свое время среди спокойствия и тишины. Для этого в парке делается немало. Ведутся работы по озеленению, очищают тротуарную плитку, розы от сухих соцветий. Ежедневно происходят работы по санитарной очистке парка. Вывозится большое количество мусора. Чтобы людям было отдыхать еще комфортнее, в Ореховой Рощи установили новые лавочки. Сегодня устанавливается 20 лавочек дополнительно и 20 урн. Для того, чтобы в этой красивой парковой зоне люди могли прекрасно отдыхать и прекрасно получить то шикарное красивое настроение, чтобы увезти с тобой непосредственно туда, откуда они приехали. Другие парковые зоны города тоже приводят в порядок. 20 дополнительных скамеек установили на аллее Рос, чтобы анапчане и гости курорта могли не только прогуливаться по зеленой аллее, но и отдохнуть в тени деревьев. Для родителей и детей в детском парке тоже установили скамейки. После нескольких рейдов парк практически освободили от несанкционированной торговли. Парки и зеленые зоны Анапы теперь для отдыха жителей курорта и гостей. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа-регион. И в продолжение темы детского отдыха. Детских площадок много, образцовая одна в поселке Виноградный. Специалисты Управления культуры провели первый семинар по обмену опытом в организации летних площадок именно здесь, в Доме культуры поселка Виноградный. По плану такие семинары пройдут в Юровке, Цибанабалке, Станице Анапской и в селе Варваровка. Подробнее об организации детского отдыха летом расскажет Лариса Басова. Ежедневно у нас по утрам до часа дня проходит детская досуговая летняя площадочка, на которой с удовольствием они играют, знакомятся с достопримечательностями нашего непосредственно поселка. Говорим здесь о героях России. Мы приобрели оборудование необходимое. И это необходимое оборудование сегодня полностью используется для того, чтобы детям было не скучно. Провести время с пользой детям помогают ветераны. Анатолий Дмитриевич Маврин, подполковник в отставке, ветеран противопожарной службы, преподает детям историю вооруженных сил России и ОБЖ. Помимо военно-патриотического воспитания мы также занимаемся вопросами организации безопасности жизнедеятельности. То есть я учу детей, как в полевых условиях поставить шину, остановить кровотечение из носика. Сегодня на уроке обеспечения жизнедеятельности ребята учатся оказывать первую помощь при возможном переломе. А после урока на серьезную тему можно и отдохнуть. Активный отдых с разминкой и викторинами устраивает заведующий детским сектором Дома культуры Александрия Синопальникова. А детям, конечно же, интересно. Мне очень нравится постоянно здесь играть, ходить в клуб, смотреть кино, сыграть с друзьями. Тут очень вкусно готовят. Тут интереснее, чем дома. Мы ездим на море, в Анапу на экскурсии, всякие зоопарки. Нам покупают мороженое. Мне тут очень нравится, тут весело. Хорошие воспитатели, они заботятся о детях, возят их и покупают им мороженое. Мы тут рисуем, играем и бегаем. Я на следующий год еще сюда приду. Программа летней досуговой площадки Дома культуры поселка Виноградный и то, как она выполняется, отмечалась муниципалитетом в 2011 и 2012 годах. Первым местом и ценными подарками, среди которых фотоаппарат. Теперь на семинаре специалисты Дома культуры делятся с коллегами опытом, подкрепляя слова видео и фотоматериалами. Семинары с просмотром показательных выступлений будут проходить до конца летних каникул школьников. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Футбол доступный для каждого. Под таким девизом тренируется любительская футбольная команда Станицы Гостогаевской. Футболисты команды «Луч» тренируются на Станичном стадионе. Пока спортсмены участвуют в чемпионате по городу-курорту Анапа, в будущем видят свою команду участникам крупного чемпионата. В команду «Луч» берут всех, вне зависимости от футбольных умений и навыков. Главное здесь принимать жизненную позицию коллектива. Взрастной состав самый разнообразный. Младшему игроку 15 лет. Очень важно, говорит капитан команды Александр Лихачевский, что сельская молодежь не слоняется без дела по улицам и предпочитает здоровый образ жизни. Да и старшему поколению тренировки и матчи придают особый жизненный тонус и оптимизм. Парни-любители, многие заняты своими семейными проблемами в основном. И то им огромное спасибо, они поддерживают меня в том числе, поддерживают, дают пример подрастающему поколению, которые как бы им надо смотреть, чтобы они к чему-то тянулись, положительному. У молодых шансов в игре больше, но старая школа тоже имеет свои преимущества, и матчи получаются боевыми и зрелищными. «Луч» участвует в матчах среди анапских команд, таких как «Ника», «Олимп», «Понтас». Огромную помощь футболистам оказывает депутат Гостогаевского сельского округа. Демурчев Геннадий Семенович уже на протяжении нескольких лет, четырех, он оказывает посильную спонсорскую помощь, покупает комплект формы, мячи, сетки. Ну, с любым вопросом, который возможен, в чем он может помогать, он обязательно откликается и помогает. Также футбольная команда благодарна администрации Гостогаевского сельского округа за установку на поле фонарей и ремонт трибуны. Так что, если кто-то захочет присоединиться, условия для занятий и проведения матча здесь отличные. И на сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной Горы и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. Фальт. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной Горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной Горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу 28 июня в Анапе солнечная и ясная погода. Температура воздуха утром плюс 27 градусов, днем плюс 29. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 23 градуса. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. «Луна Парк»